Слава Богу, у нас есть жанра, все должны заниматься своим делом, политологи, искать политические формулы, экономические, а я буду ораживать сознание. Вот я ответил на поставленные вопросы. Как считаю правильно, нам нужно избавить наш народ от скепсисов по отношению к выборам. Он обоснованный скепсис, ни о каких честных выборах последние, там, я не знаю, 50-100 лет и вечи не могло быть, делать все несколько или иначе, несколько другая архитектура избрания народных избранников, никак это не связано с народом. Хотелось бы изменить эту ситуацию, но хотя бы пойти, направить стопы в эту сторону и убедить людей, что их голос важен, что они могут все-таки повлиять на ситуацию в стороне. Конечно, ситуация опасная. Опасная в связи с совпадением нескольких факторов глобальных. Мы же не отвлеченная какая-то часть этой аргумены. Мы земляне, мы часть экологии, можно сказать, которую разрушаем эффектно. Сейчас в мире цивилизация видоизменяется в силу научно-технического прогресса, новых средств коммуникации, новых способов выражения, уплотнений информационного потока. Такое уже происходило, и между этими изменениями проходили столетия, было много войн, менялось положение человека во власти, менялось отношение к земле, к производству. Это я имею в виду три волны Элт Матолфгера, американского толкового футуролога, более-менее объяснившего, что, собственно, как движутся, с точки зрения экономики, что она индустриальная сменируется, как аграрная сменяется, индустриальная, и в связи с этим появляются деревеньки, а потом городки и все остальное. Например, сейчас технотронная, потому что пришла эпоха, дистанционная, четко его поправку, обучение, ничего не учащая, но я так понимаю, в силу того, что половина профессии будет упразднена из-за автоматизации, и, собственно, многие детки сейчас не особо стремятся к высшему образованию, тоже опасно, потому что образование должно быть комплексное, нужно научить людей, детей, первую очередь, мыслить широко, позволить себе мыслить. А дистанционное образование такой возможности не дает, это урезанное, кастрированное образование. Но, тем не менее, тенденция такая, что молодежь сейчас не напугаешь ПТУ, а что пандемия показала, что в пандемии не нужны академики, а нужны соотехники. Все остальное уже может сделать компьютер. И вот это изменение цивилизации, изменения в природе, катаклизмы, связанные с тем, что мы изгадили, я имею в виду человеческие, только манексуальные, мы тоже приложили на дорогу. Но человечество не милосердно относится к природе, это очень важно, раньше это такие просто были большие слова, а теперь это прям вот подходит к порогу дома все. Ядовитая плесень уже близка. И в мире в виду изменения, то что переформирование рынков, изменение расчетных схем, появление, ну опять же автоматизация, появление совершенно новых профессий, доминирующих уже профессий. Я не беру и не учитываю социальную несправедливость, которая является постоянным фактором. И вот в этой ситуации уже нельзя быть равнодушным, уже надо как-то убедить людей, все-таки поучаствовать в выборах. И даже если их голос будет в кругу других, что ли, будет его голос, человек хоть как номинально, пока номинально, внесет свой вклад в формирование будущего отечества. В России происходят тоже довольно страшные вещи, сейчас нивелируются наши ценности, то что, ну что такое патриотизм? Это патриус, это наследие отцов. Родина-то всегда женщина, это родина-мати, не отец-чернозем. А патриус – наследие отцов, и оно активно втаптывается в грязь. Вот сейчас мы видели это на процессе, на дело Навального. Не буду ни вносить никаких оценок, никакая. Понимаете, как я к этому отношусь? Ну, тем не менее. Оно вроде бы как-то и безобидно, вроде оскорблений, и вроде, но по большому счету у молодежи складывается ощущение, что действительно все это ерунда, что победа бесия, что мы пытаемся спекулировать и жить успехами и победами своих отцов и предков. Не продолжателями быть, а именно иждивенцами. Мы не хотим быть иждивенцами, мы хотим быть полезными нашей стране, мы хотим быть полезными миру. Мы уверены, что мы необходимы миру, потому что при всей нашей внешней неорганизованности, как подсказывает наша история, мы были самыми конструктивными. То есть, едва появлялось какое-то зло, главная противодействующая сила была у нас, несмотря на то, что вот мы такие разные и неказистые. Так что нужно как-то продумать, как мотивировать людей участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу. Это и нам даст шанс. Это даст возможность как-то улучшить, что ли, благообразить схему народного предстоительства. Я вот активный противник многопартийной системы. Это чушь. Вообще, много партий – это чушь. Нужна одна партия, я не увидел, что она нужна, честно говоря. Нужна не какая-то общественная сила. Каждая партия декларирует, как попка, одни и те же тезисы. Просто разными глаголами, разными непричастными оборотами, но это одно и то же. Это песня, шнуровый, за все плохое, хорошее против всего плохого, только без матерного реквивалента. Это забирает огромные средства организационного порядка. Это отвлекает людей от действительной, от деятельности, показухи, потому что показухи эффектнее. Что ж, чтобы спорить. Это затратная часть, это затратная и по человеческому факту, и по финансовому. Она не нужна, нужна одна партия. Я надеюсь, что это будет партия за правду в сочетании с справедливой Россией, в сочетании со всеми адекватно думающими людьми. Я не знаю, как будет называться эта партия, но я уверен, что рано или поздно мы придем к этим результатам. Потому что сейчас это комедия абсурда. Это обсусоливание того же самого, игра на тех же словах. Это вот партия беси, партия беси, партийная беси. Как нас обвиняют в победе беси, партия беси. Вот, это по первому вопросу. Относительно второго вопроса тоже я пытался быть как-то... Я не самый скромный в плане слова «извержение». Относительно второго вопроса. Вот, Торисон, наверное, частью ответил. К сожалению, как ни странно, государственные каналы, ответственные за формирование общественного мнения, декларацию традиционных ценностей, поддержку их, не работало. Не то, что не работают, а наоборот делают. Именно государственные каналы, самые главные каналы, больше всего нанесли ущерб по сознанию детей. И вот сейчас уже вопрос у студентов. Несколько поколений выросло на семейных, грязных, дрязных. То, что нам не свойственно вообще. Бабкины обсуждения, кто на том женился, кто в кого влюбился. Что-то произошло на половых обсуждениях. Мы не обсуждаем полеты в космос. Все летят на массам, а до сих пор в трусах у Нины Петровны. Вот. Этим занимаются государственные каналы. Государственные директоры. Это не страшно. Кинопродукция, я-то интеграфист. Я не помню хорошего сейчас кинопроекта, который запущен первым каналом или вторым каналом. И так, ну да, это живая критика, если кто-то так воспринимает, то что он сказал. Да, было несколько хороших проектов, но они были давно, они были сделаны на явно огромные деньги, на которые можно было еще 25 проекта сделать. Я думаю, что на них много нажилось людей. Я уж не знаю, для чего держат эти каналы, если они не работают. А самое главное, что должно быть, на поддержание традиционных ценностей и устоев идеологических, внутренних, моральных устоев общества. Но самые отвратительные, самые грязные, самые разрушающие духовную суть людей, программы именно на этих каналах. Возьмем другие, а да, развлекательные. ТНТ, развлекательные, да, там тоже выгодят, великом могут бегать. Но это развлекательные каналы. На частью частные деньги, хотя там тоже государство. Но они очень выпускают, они экспериментируют много. У них помимо там 90% ерунды, но 10% где-то это и выглядит хорошо. Уже сказок в времени мы учились сделать. Взять тот же фильм «Колобки» я снимался. Простите, что я при такой почтенной аудитории, при таком почтенном собрании, обсуждаемых почтенных телах, свой опыт. Но так или иначе, взять и стресс, не морочиться. Они просто покупают пакет хороших иностранных фильмов. Но хотя бы не портят вкус, хотя это возможность поужинать без грязки трусов Нины Петровны или кого-то. Без гумасеков, без вот этой серы льды. В основном, вы помните, какой был набросовестный канал? А потом как-то, я не знаю, дьявольское искушение, прям все перевернулось. Его грязней найти нельзя. Но там грязь. Она почти лечебная. То есть, не смотришь, ты в этом понимаешь, что так не должно быть. Нет славы, потому что оно изначально декларирует, что вот зло, смотрите, не сподкрыньтесь. А вот государственные каналы, позиции государственных каналов, которые очень важны, очень важны. Для нас Френин говорил, что телеграф, театр, цирку, он еще называл, правда, кино очень важно. Потому что это доводит информацию до людей, это ставит определенные эталоны поведения, некие штаммы поведенческие. Учит людей жить. А кто учит людей жить? Мы сами себе создали набор, то, что мы называем звезды. Звезда Инстаграма. Что такое звезда Инстаграма? Это тетя с хорошей фигурой, в лучшем случае я просто лучший пример привожу. Тетя с хорошей фигурой, тетя с хорошим тактом. Там еще что-то такое, ну никак не звезда. Звезда, мне кажется, человек, положивший там часть жизни, часть здоровья своего, может быть, и всю, и всю жизнь, как правило, так и есть, на творчество лучшего, на декларацию идеалов, на искусство не может не внести педагогический элемент. Потому что мы оплачиваем это искусство, и оно должно служить воспитанию наших детей. И оно не бывает вне следы. Это абстрактное искусство. Меня поразил, я даже нашел себя человек смекалистый, но бывает злоязычный, я это исповедую. Ну, недавно манифест нашего известного театрального режиссера, который до этого прославился раскрасыванием плавых органов зеленкой, относительно чистоты, которая исчезла из европейской культуры, страсти, и непонятно. У меня почему-то всплыл гениальный Голустян, где он играет «Дума права», и все время седует на то, что в лифте кто-то гапает, а в лифте гапает он сам. И вот этот когнитивный диссонанс, вынесенный известным режиссером, я не знаю, то ли напугался, то ли там позвонил кто, то ли в подъезде кто подстерег, кто сказал, давай, уже пора, то ли судьба Серебренникова его, ну, что-то происходит даже там, даже вот в этой всей нам недоступной области, как в темной стороне бытия. Искусства, как договор, нет, музыки нет, за редким исключением. Мы поем песни о 20-летней давности, а то и сейчас подальше стали уходить. Ищем под что, отпраздновать тот иной праздник, чем украсть. Потому что музыка отсутствует, отсутствует хорошее кино. Оно есть, его снимают, но это делается вопреки. Это не поддерживается никогда государственным каналам. Ну, государственный канал чем занимаются? Они занимаются сами собой. Я так понимаю, что это большие, просто врачечные. Ну, да, я тоже многодетный отец, я зарабатываю, я где могу, работаю. Но не использую чужие резервы. Пользуюсь, пытаюсь использовать свои, стараюсь делать честно. Вот. У нас по большому счету культуры как таковы и нет. Разве что вот литература удивительно, но очень много появилось прилично капталов. Не берем нашего видео, тут я не объективен, тут любовь. Без всякой литературы, просто любовь. Почти биологическая любовь, без извращений. Я вообще считаю, что надо, нет, не надо скромничать. Нас никто прискромничает, никто не услышит, не станешь звездой инстаграма или тиктока. А мы все туда встретимся. Там можно зарабатывать на рекламе этих консервов для собак. Сейчас они, кстати, экологичнее, чем едат за людей. Надо прям вот говорить, чего хотим. Чего хотим. А хотим мы избавиться от всех партий, остаться одним. Чтобы можно уже было заняться. Хотим выбрать адекватного человека, который будет, встанет во главе, потому что мы, ну мы вот нас не исправить. Как бы там ни назывался, генеральный секретарь, все равно это монах. Все равно это личностный фактор. Даже в нем есть религиозный аспект. Доверие на доверие. То есть вера. Вера в вере. То есть вещь в себе. Клер Кегор. Экзистенция. Все об этом говорили. Все разные, все разные идеи. Но так иначе. Нечего этого стесняться. Давайте двигать Привепина в президента. Давайте, давайте. Владимир Владимирович, прекрасный лидер. Я какое-то время, когда вот он пришел к Владимиру, честен, когда он был премьера, стал президентом, мне это казалось все как-то несерьезно. Да я сам человек был такой, я очень так обстратно к этому отвлеченно относился. Ну и юность там, женить бы, жить бы, я даже прощу не рекламе. Простите. Нет, я не вижу, что у нас, чтобы... А, мы через кладь, это реклама. Нет, тоже. Это было бы, это было бы, что... Да, пожалуйста, простите. Последнее. Вот. Относиться от того, как... За меня договорят, что я думаю про Владимира Владимировича. Я на традиционной части своей карьеры остановился. Дайте я продолжу уже поменять в чем-то, как будто это. Иначе он сходит там. Но потом, когда вот случилось все с Крымом, случилось, мне это очень понравилось. Очень понравилось. Потому что это нам. Мне нравится, что... Ну, он уже... Ну, я не политолог, не экономист, поэтому изъясняюсь как от обычного человека, от лица обычного человека. И я, вот, как бы, честно голосовал за поправки в Конституцию. Такие, как я, в кавычках, благовоспитанные представители российской интеллигенции, да, в твою ингрессе, за то, что мы имеем собственное мнение. Хотя они сами декларируют, что готовы отдать жизнь за то, чтобы... за чужое мнение, отдайте, отдайте свои жизни за мое мнение, отдайте. Но... нету смену, конечно, нету структуру, которая подхватит то, что к чему-нибудь сейчас пришли, что хотя бы осталось у нас. Зря, зря практикуют. Если по цифрам смотреть, все оно не так прям фантастично. Но не как при алкоголике Ельцина. Как-то мы зачем-то музей поставили. Я вот понять это не могу. Но это человеческое. Это вот я думаю, что просто в силу того, что он способствовал приходу Владимира Владимировича власти, на это я тоже так же поступил. И прямо я закончу свое нелепое и рванное выступление, но, слава Богу, здесь сейчас формулировано, поротенько в тезисах, в тегах, в современный век. Я думаю, что нас ждет великое будущее, если мы не останемся равнодушными. А это можно сделать только начиная с самих себя. Человек должен уж меняться в новом, но тогда будет изменяться вокруг него все. И моя мысль, я вообще не облагородил планету ни одной хорошей своей мыслью. Это Серафим Саровский, я просто исковеркал ее. В политических целях. И, ну, наверное, на данный момент самое главное, чтобы у людей появился интерес к предстоящим выборам и надежда, что все-таки может получиться. Этого можно добиться, только если мы сами, каждый из нас, приложат некие усилия в такой, как это назвать, агитация, агитация, да. Агитировать своей жизнью, агитировать напрямую, правильно выставлять приоритеты, не стесняться того, чего мы хотим. Кто мы не хотим? Зачем нам партии? Зачем нам много партии? Это затратное. Зачем нам много людей? Мы одного ты еле выбрали, вот, нашего лидера. Будем его двигать? Пресс. Очень хорошо, что сейчас сочетаются партии. Я не знаю, будет ли одно название у этого конгломератора, как назвать, союза. Надеюсь, что оно одно будет и в нем не будет буквы «Р». Я смогу его кричать на площади. Не буду чрезвычай, я не буду чрезвычай, я буду чрезвычай, я буду чрезвычай дегованным. Ну, и, пожалуй, вот и все. Больше я не облагорожу Ваше сознание, но я хочу всех поможков поздравить. С наступающим днем защитника Отечества уверен, что подавляющее большинство в этом зале мужчин служили, или так или иначе. Имели отношение к этому, поэтому они и мужики, собственно говоря. Адам, что у них такие замечательные спутники. Да, ки. Бабы и баскриптумы. Ребята, нельзя забывать про Донбасс. Она, нельзя стать, потому что дети входят уже два срока Второй мировой войны из подвалах. У живых слое поколение, которые не видевали ничего. Это ужасно, потому что это русский народ. Мы должны бороться. Мы не должны стесняться, что мы русские. Мы всегда стеснялись. Все лучшее другим, все лучше негритянским детям. А что-то о своих-то мы не очень. Почему мы стесняемся? Мы великие. Нам принадлежит самая большая территория на Хлодине. Она же не просто так. Нет ничего более постоянного, чем случайное. Мы, Бога, избранный народ. Наша задача, этот мир сохранить, ну хотя бы как-то, чтобы он не развалился на части. Хотя все остальные прилагают к этому всевозможные усилия. И с известной периодикой. И поэтому нам нужно быть сильными, красивыми и мотивированными. Мотивированными своей вот этой целью, предназначением спасти всех. Даже того негритянского, за которого всегда мы хотели воевать за его банан. Спасибо. Спасибо.